Привет, я инспектор гаджет. Это голос. Привет. Начал готовиться к новому году? Уже давно. Уже давно? Уже давно это когда первый марио вышел. Уже давно это когда ты певца натурала в последний раз видел. Уже давно это когда секс неделю назад был. Ладно, ладно, недавно начал готовиться. Даже дом начал украшать. Уверен, что твоя иллюминация не сравнится с гирляндой парнишки из Америки. Время fail hot news. Ебейба. Два экс-работника компании Disney замутили на своем доме рождественскую гирлянду гитар Хироу. Они 100% встретят НГ в отличном расположении духа под звуки хэви. Маленькая елочка, холодно зимой. В общем, голос тебе еще учиться и учиться. Ладно, чё-то мы отвлеклись. Давай обзоры. DIGMA Insomnia 2. Новейший обращик мультимедийных плееров. В отличие от многих и многих устройств такого типа, конструкторы этой модели не стали выпендриваться и делать плохую копию компании Apple. Они сделали нормальный, самобытный, адекватный, недорогой плеер. Внешний аппаратик непритязателен, зато очень эргономичный и ухватистый. Задние грани сглажены, аппаратик достаточно крупный. Качество материалов, несмотря на скромность дизайна, очень даже неплохое. Хороший твердый пластик, металлические вставочки сзади покрыты характерной насечкой. Сзади, кстати, размещен динамик, через который можно гнать звук. А вот за эту функцию надо бы конструкторов поругать. Они сделают такое, а потом какой-нибудь лох, который наушники нормальные купить не может, вопрется в метро и на весь вагон включит какой-нибудь трек с ужасом совершеннейшим. Да и ко всему прочему, от этого динамика ожидать ничего хорошего не стоит. Еще и дизайн портит своей китайскостью. В Insomnia реализована поддержка большинства популярных аудио- и видеоформатов. Что прикольно, разработчики обещают воспроизведение видеороликов в формате FLV с видеохостингов YouTube или ВКонтакте, причем без дополнительной конвертации. Кроме того, очень хорошо сделана функция чтения электронных книг. Программа не только умеет показывать текст, причем разных шрифтов и видов, но еще и автоматически его прокручивать. Больше того, есть фича типа вывести текст песен на экране плеера во время воспроизведения треков, если, конечно, имеется LRC-файл. Для управления используются обычные клавиши, а не сенсорный круг. Номинальное время работы от аккумулятора 10 часов в режиме воспроизведения музыки. В общем, где-то так оно и есть. Но, конечно, если активно использовать аппарат, то он проработает меньше. В любом случае, при цене примерно 2000 за 2-гигабайтную модель крайне интересный девайс. Напоминаю, что розыгрыш Xbox'а стартовал. Мы просили вас сделать новогодние открытки с участниками проекта GamesTV. И сегодня мы подведем итоги первого тура. Спасибо, что отбелили мне два зуба! А я думаю, что со мной не так? А оказывается, что просто передние зубы не были отбелены. Ладно, с автором поговорим при встрече. Нашей задачей было отобрать 5 лучших новогодних открыток для перехода в следующий круг. И мы это сделали! Несмотря на то, что руководитель нашего портала сказал «Все работы говно!» А-а-а! Нет! В конце программы вы узнаете, кто победил. Голос, а ты спишь? Угу. Молодец! Давай обзор. Asus UX50V. Пример того, насколько гибкими могут быть современные мобильные технологии. Этот портативный компьютер построен на наборе системной логики Intel GS45-82801iM. Процессор Mobile Core to Solo SU-3500 с частотой 1,4 ГГц. Этот центральный процессор, запущенный в серию во втором квартале 2009 года, оснащен кэш-памятью второго уровня емкостью 3 МБ. Выполнен по 45-нанометровой технологии и содержит на кристалле площадью 107 квадратных миллиметров 410 миллионов транзисторов. Почему был выбран одноядерный проц, понятно. У него значительно меньше тепловыделения. Термопакет для Mobile Core to Solo SU-3500 ничтожно мал. Всего лишь 5,5 Вт. На скорости это не особенно сказывается, ибо в 99% случаев скорость сегодня больше зависит от емкости оперативной памяти. А у процессоров давно наблюдаются излишки вычислительной мощности. Азуже в данной модели 4 ГБ. Так что проблем в этой сфере не предвидится. В машинке, кроме встроенного, предусматривается и дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce G105M. Для переключения между адаптерами предназначена особая аппаратная кнопка, вынесенная на верхнюю панель корпуса. С дискретной графикой, конечно, снижается время автономной работы от батареи, зато скорость растет. Внешне ноутбук производит приятное впечатление. При толщине 33 миллиметра, учитывая диагональ чуть более 15 дюймов, его без натяжки можно назвать тонким на вид. В открытом состоянии тяжелая экранная крышка, сразу после того, как ее распахнуть, пару секунд не сильно подрагивает на петлях. Однако затем успокаивается и держится в заданном положении весьма надежно. Модная яблочная клавиатура с подсветкой, отделенными одна от другой кнопками и блоком цифровых клавиш, приятна в обращении. Ход клавиш сравнительно небольшой, однако их отклик упругий, четкий. Несколько смазывает впечатление глянцевая черная панель под запястье. Она моментально покрывается неопрятными отпечатками в процессе работы, равно как и глянцевая поверхность огромного тачпада, с технологией мультитач, кстати, и серебристая гладенькая кнопка-качелька под ним. Нельзя не отметить, что при весьма скромной по емкости аккумуляторной батареи, всего-то 2800 мАч, этот компьютер продемонстрировал отнюдь не самые худшие в группе результаты в тестах Babco Mobile Mark 2007-106, более трех часов при работе со средней нагрузкой. А вот цена вызывает некоторое недоумение. Для одноядерной машины, хотя бы из четырьмя гигабайтами память, почти 38 тысяч рублей дороговато. В общем, получаем адекватный ноутбук по неадекватной цене. В середине программы по уже сложившейся традиции мы определим самый тупой гаджет этой недели. Голос, вот скажи, ты сколько весишь? Ну, не знаю. Видишь? И это проблема. И решить ее можно очень просто. Установи у себя в коридоре коври, который позволит тебе узнать вес, ну и ноги заодно потереть. Ха-ха-ха, круто! На 9 тянет. Ага. А ты килограммов на 75. Что? Я не... Так, стоп! Не кипятись. Лучше свою энергию в обзоры перенаправить. Apple iMac 21,5 дюйм Осенью 2009 года Apple представила полностью обновленную линейку настольных компьютеров iMac. Огромные экраны со светодиодной подсветкой, четырехъядерные процессоры и в довесок новая беспроводная мышь Magic Mouse. Есть модель с диагональю 21,5 и 27 дюймов. В наши лапы попалась модель с диагональю дисплея 21,5 дюйм. Главная фишка этой модели, как, впрочем, и любого Mac вообще, фирменный стиль. Кто-то от него прется, как удав по пачке Дуста, кто-то совсем наоборот. Презрительно называют его гламуром для идиотов, но равнодушных нет. Корпус системы изготовлен из алюминия. Экран прикрыт стеклянной матрицей и выдает цвета, которых никогда не добиться наклонах iMac, чтобы там не писали в глянцевых проспектах хитрые азиаты. Как заявляют подчиненные Стива Джобса, новая линейка iMac – самая производительная в истории. Система оборудована процессором Intel Core 2 Duo с частотой 3,06 ГГц. Есть также конфигурации с четырехъядерными процессорами Core i5 и i7. С ними прирост производительности составляет полтора-два раза. Экран действительно хорош. Огромный, просторный, с равномерным белым полем и прочими прелестями. 21-дюймовая модель – самое то для дома. 27-дюймовый аппарат по отзывам слишком велик, а картинка на нем примерно соответствует 34-дюймовому дисплею. Как бы то ни было, матрицы очень неплохие, цветопередача точная, цвета где надо насыщенные, где надо естественные. Разрешение 21-дюймовой модели – 1920 на 1200 пиксел. В комплект поставки входит беспроводная клавиатура и новая мышь Apple – Magic Mouse. Забавная. Для игр не очень подходит, но в целом прикольно и стильно. У Magic Mouse нет механических кнопок, колес прокрутки и шариков. Вся верхняя часть мыши представляет собой сенсорную панель. В принципе, ее можно настроить и как однокнопочную или двухкнопочную мышь. Но кроме того, можно добавить жесты. Типа, провел пальцем круг по мышиной спинке, а она масштаб увеличила. Подключается по Bluetooth, так что проблем не предвидится. С графикой у iMac сложно. Формально вся их линейка оснащается мощными графическими процессорами NVIDIA GeForce 9400M или дискретными графическими процессорами ATI Radeon HD 4670. На практике возникает четкое ощущение, что графика работает не так быстро, как на PC. Может быть, показалось, но... Впрочем, игры бегают, видео крутится, интернет шуршит. Что еще надо? В iMac присутствуют все необходимые порты и адаптеры. Беспроводной адаптер AirPort Extreme 802 11N Wi-Fi, порт Bluetooth 2.1 плюс EDR, гигабит Ethernet, 4 порта USB 2.0, 1 порт FireWire 800 и новый разъем для подключения карт SD. Стоит ли брать новый iMac? Хм, непростой вопрос. Геймер, скорее всего, не оценит эту систему. Все-таки разработчики игр не считают Mac OS X главной платформой. Просто как домашний компьютер? Можно, но придется раскошелиться. Стоимость машинки — 50 тысяч рублей. Момент истины настал. Победители определены. Эти пять счастливчиков уже практически держат у себя в руках Xbox. Имена и работы победителей ищите на нашем сайте. Но это только полпути. Для вас, чемпионы, у меня есть еще одно задание. Вы должны перевоплотиться в одного из героев Xbox-эксклюзива и сфотографировать себя. Ну а после отправить нам. Главное — подойти к вопросу творчески. Ну и, конечно, должно быть похоже. С вами был Инспектор Гаджетс. И помните, я докопаюсь до правды. Чмаки! Пока-пока!